Насержан Юсупов, первый посол Узбекистана в Беларуси, должность учреждена несколько месяцев назад. Ранее за установление белорусско-узбекских связей отвечал посол этой страны в Российской Федерации. Диалог, в том числе и торгово-экономический, был, однако есть вероятность, что теперь процесс выйдет на новый уровень. Брещина – первая область, которую Насержан Юсупов посетил с официальным визитом. В рамках поездки дипломат встретился с руководителями области и города. Внешний торговый оборот Брещина и Узбекистана демонстрирует уверенный рост. По итогам 2017 года, внешний торговый оборот Брестской области и Республики Узбекистан составил почти 12 миллионов долларов США. Мы его значительно нарастили, так как и Республика, и Республика Беларусь значительно увеличила на 160% к уровню 2016 года. Мы на 150, на 146%, но считаем, что все-таки это не тот показатель, он может быть значительно выше, так как у нас есть заинтересованность тех товаров, которые производятся в Республике Узбекистан, а мы заинтересованы в том, чтобы поставлять тоже свою продукцию на рынок Узбекистана. Регион экспортирует сельхозпродукцию, оборудование, строительные материалы, а также химические препараты, импортирует фрукты, пряжу, трикотаж. В числе крупнейших импортеров – Барановическое производственное хлопчатобумажное объединение. В рамках визита посол Узбекистана посетил предприятие. Ознакомился дипломат также с работой иных компаний. Потенциал для сотрудничества есть по многим направлениям. Посол подчеркнул, у Узбекистана есть потребность в мясомолочной продукции и заинтересованность в покупке сельхозтехники. При этом производителям стоит учитывать не только узбекский рынок. Надо учитывать не только емкий узбекский рынок, 32 миллиона населения, но и соседние страны – Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Афганистан. Далее, возможно, есть какие-то интересные проекты и в плане Пакистана, потому что там логистика, транспортная сеть позволяют с меньшими издержками работать на том рынке. Для нас очень интересно и сотрудничество не только в инвестиционной, экспортной, но и также в культурно-гуманитарных сферах. Однако важно наладить прямой контакт. Сегодня многие предприятия работают через посредников, что и дороже, и медленнее, и не всегда удобно. Возможно, установлением связей, поиском партнеров и покупателей стороны займутся в рамках двусторонних визитов. Возможность их осуществления будет проработана.